Здравствуйте, уважаемые родители, уважаемые мамочки, наверное, больше сегодня для них. Я хочу сегодня немножечко, ну, как бы так, разбавить все разговоры о коронавирусной инфекции, о каких-то моментах, связанных со здоровьем, и устроить вам небольшой такой отдых эмоциональный, внутренний, и создать вам лирическое настроение, вот, ну и сообщить, наверное, поклонникам моего литературного поэтического творчества, что за время вынужденного нахождения дома, времени не терял, я выпустил новую книжку. Вот она у меня в руках, называется эта книжка «На губах тишины», лирические, опять же, да, стихотворения. Те, кто приедут к нам в центр после разрешения, после окончания всех мероприятий, вот, получат эту книжку в подарок, я обещаю, с автографом. Ну, а пока суть до дела, несколько стихов из этой новой книжки, ну, я думаю, чтобы они вам понравятся, создадут определенное лирическое настроение. Ну, вот, начнем с стиха, который дал название этой книги, собственно говоря, напомню, да, она называется «На губах тишины». На губах тишины тает спелая мякоть рассвета, дремлет в неге ресниц, влажный сумрак предутренних грез, в белой спальне луны спит по-детски, раскинувшись лето, в колыбелях корениц, у боюков фонарики звезд, только где-то вдали плачет осень грибными дождями, и под ранком кричит птица память всю ночь до утра. Боль вчерашних обид спелена в золотыми сетями, от забвения ключи сторожат птицелова ветра, нас уже не спасти, возвращаться плохая примета, торопыга зима, серебром крапила виски, земляников горсти, замороженной музыкой света, нежный твой талисман, алым соком из теплой руки. Следующее стихотворение Уплывают мои корабли, я зову их, они безответны, вероятно, попутные ветры их из жизни моей унесли. Неизвестно, какого числа исчезают, маршрут их неведом, счастье скрылось за дружбою следом, вот уже и любовь отплыла, покидают меня беглецы, только память о них неизбежна, и последний корабль надежда отдает потихоньку концы. Кусочек льда в твоей ладони рисует кружево на коже, я очень многое не понял, но отступать себе дороже, и лед растает незаметно, как таешь ты под жарким взглядом, я не уйду с лучом расцвета. Коснись меня, я здесь, я рядом. Мы растворились в этой неге, и смотрит ночь завороженно, как среди звезд на темном небе, сплелет два сердца обнаженных. Я письмо напишу на кленовом листе, Но не почтой пошлю, а по ветру, Чтобы каждый мой вздох ураганом свистел, Покрывая тоской километры. Все земные дороги пурга заметет, На речных переправах обрушится лед, И воздушные трассы растают. Но когда-нибудь в осень, в какой-нибудь год, А берегами ночи тебе упадет Рыжих писем кленовая стая. Спасая чью-то жизнь, ты должен понимать, Теперь она займет часть твоего пространства, Все прочие слова, сколоченные в станции, Внутри которых блажь, обиды и тюрьма, Внутри которых ты, каким ты был доселе, А может быть, такой, каким тебе не быть, Хоча еще жива мечта о новоселье, Зато уже мертва иллюзия судьбы. Пусть радость бытия в осколках посторонних, По-прежнему стоишь в запротивлении злу, И из последних сил ты сыпешь осторожно Под сны чужих надежд своей душей залог. Белые проплешины, грязная зима, Трубами пристегнуты к облакам дома, Серые прохожие сгорбились внутрь пальто, Брызгаются лужами быстрое авто, Ветер прорывается проскочить внутро, Платоядно скалится теплое метро, Улицы завалены светом фонарей, Чтоб зима закончилась у твоих дверей. Ну, такое достаточно тяжёлое стихотворение, Может быть, навеянное событиями, В которых мне пришлось участвовать, Это вот война в Афганистане, Может быть, событиями, связанными с празднованием Дня Победы, Ну, вот, как бы такой достаточно тяжёлый Для восприятия, может быть, всплеск эмоций, Ну, постарайтесь прочувствовать. Нерушимость основ, безразличие слов, Я блуждаю в осколках чужих катастроф, По чужой полосе, по чужой стороне, По нейтральной земле, по гитарной струне, Бесконечность путей, неизбежность побед. Я сейчас сам не свой, да, я сам по себе, Я приду в города напоить тишиной, Никому никогда не сравниться со мной. Чую кровь, словно хищный и раненый зверь, Утоли мою жажду и голод умерь, Мне пощады не знать и не верить слезам, Когда яростью светятся ваши глаза, Бесполезно искать, невозможно забыть. Открываю сезон и иду по гробы, Я не помню себя, только право и цель. Обречённость читается в каждом лице, Нереальность чудес, бестелесность надежд, Я срываю с цепи, поднимаю мятеж, Приговор и диагноз мои таковы, Никому никогда не остаться в живых. У меня в голове цепь, целый хор голосов, Я услышал призыв и явился на зов, Я кричу этот мир негасимым огнём, Всё сгорит без остатка во имя моё. Я обратный отсчёт, я начало конца, Я безудержный страх, затаённый в сердцах. Вы позвали меня, разбудили меня, Вы родили меня, породили меня. Я рисую кресты, я сжигаю мосты, Наши руки чисты, ваши души пусты, Я войду в ваши сны, осушу их до дна, Мои руки в крови, моё имя – война. Ну и в заключение такое ностальгическое стихотворение Людям, родившимся в 20 веке, Я думаю, оно будет близко, Но остальные прочувствуют их родителей, Бабушек, дедушек. Итак, вечная память весёлому детству Узким дворами парель стопада Шёпоту, фрику, ночному злодейству В залпу салюта и маршу парада Красному галстуку, двойкам, пятёркам Счёту разгромным, но в матче футбольном Старым штанам да коленам протёртым Девочке в белом переднике школьном Милое детство, Кассиль и Гайдар Вечная память ушедшим годам Вечная память сонатам и фугам Нежности музы, проделкам Пегаса Вечная память друзьям и подругам Всем недожившим до этого часа Отчему дому, дубам и рябинам Полю, что пахнет полынью и мятой Первым больным, что сказали спасибо Белым халатам и вечно помятым Мало ли била нас жизнь по мордам Вечная память ушедшим годам Годы мои, как часы отстучали Я их тасую, как карты в колоде Будние праздники, сны и печали Звуки ещё незабытых мелодий Фраткина, Френкеля, Фельдсмана, Каца Я никогда их забыть не сумею Боже, куда мне прикажешь податься С вечной памятью этой моею Сяду за стол и налью и поддам Вечную память ушедшим годам Спасибо, всего доброго Будьте здоровы и берегите себя Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому